Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мозин Холли Плей, первый сервер, мой ник Кирилл Путбуллови, вот такой вот мой новый ник, это Кирилл Путбуллови, потому что, как вы знаете, мой аккаунт деактивировали, в принципе. Я уже задолбался сраться, я думаю, вам тоже надоело, потому что всю неделю у меня выходили разоблачения там и так далее, я думаю, это вам уже так же надоело, поэтому я, в принципе, наверное, на время прекращу всё это, весь этот движ, так сказать, в принципе, и буду просто играть и снимать для вас интересные какие-то серийки, и всё. Сегодня я вам покажу, как же я живу после деактивации, в принципе, думаю, это многим будет интересно. Но это не точно, или точно, или динахуй. Как же я тут живу после своей деактивации основы аккаунта моего, вот мой новый аккаунт, ещё раз повторюсь, Кирилл Путбуллови, запомните. Вот этот ник, я уже седьмой уровень, кстати. И давайте покажу, где я живу. Живу я в квартире, в принципе, квартиры, интерьер, все знали, нихуя сестру я, блядь. Ебать. Соседи вообще охуели. В толчок, наверное, пробили. Ты чё, дурак, блядь? Конечно, я шучу. Живу я, сейчас покажу, где. Как у меня есть транспорт, сейчас я тоже покажу, в принципе. Думаю, вам это будет, может быть, интересно, может быть, нет. Но, думаю, мои подписчики, какие следят именно за моей жизнью на мазинге, это будет интересно. Естественно. У меня есть два транспортных средства, это BMW M5 E60 с номерами Мур 3,7 и Yamaha R1 с номерами ММС 3,4. Также я хочу себе купить новый автомобиль, но пока что нету... В принципе, денег особо нету. Ну, как особо нету, есть деньги, но нету VIP-ки, чтобы купить третий автомобиль. Живу я, в принципе, в патике. Патик находится мой возле 8 бит. Недалеко от 8 бит я живу, в принципе, третий патик с той стороны, получается. Давайте сядем в нашу машинку. Сейчас еще поздное время, в принципе, поздновато, в принципе, можете сами это видеть. Да, я снимаю в такое время, в принципе, да, я не сплю. Четко. Я просто еще на дальнобоях работал. Надо будет еще серийку про дальнобоев записать. Давайте, наверное, сюда поедем. Сейчас покажу, сколько у меня денег в банке. В принципе, можно сказать, что свои планы на будущее, может быть, какие-то... Надеюсь, этот аккаунт не деактивируют. Надеюсь на это, что его не деактивируют. Давайте не тросик включим и бачком зайдем. Мой бизнес все-таки еще не слетел, но все еще впереди, в принципе. Я уже смирился с тем, что мой аккаунт не активируют. Да, это жестко. Я в этом уже уверен на 100% в том, что мой аккаунт не активируют. Да, Амазин их не идеальный сервер, но, в принципе, мне здесь нравится играть. Да, руководство здесь не идеальное, но другого выбора у меня нет. В принципе, где играть, потому что мне нравится на Амазинге. Я здесь почти год отыграл. Вот серьезно, не хватило буквально месяц. И я бы здесь играл один год. Ну, блядь, ну совесть-то должна быть, хоть какая-то, блядь. Но нет, случилась такая беда. Ну, в принципе, ладно, не будем на это обращать внимания. Ну, подумаешь, что какой-то рыжик поехал на скутере со спидхаком. Ну, это нормально. Админов, наверное, нет. У меня просто админки, ой, админки, випки нет. Я вам не могу сказать. Есть там кто-то, нету. Так. Стой. Что? Давайте выслушаем этого человека. Довези по же. Туда. Куда тебя подвезти? Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Давай, парниша, быстрее думай. Дальнобоя. Ну, садись. Ладно, подвезем его. Я заплачу. Да, вы все так говорите, ёпта. Потом приезжаешь, ебать, и никто никого не платит, никому ничего. В принципе, этот момент в мои планы не ходили. Но, думаю, в принципе, подвезти человека, в принципе, можно. Кстати, кто там домик продаёт где-то до четырёх тысяч, до четыреста тысяч, короче, то напишите, пожалуйста, в ЛС, или кто там может подогнать домик недорого, потому что что-то дом захотелось, потому что в квартире жить не очень. Так что кто может там подогнать дом, либо бесплатно. Я подписчик, ты Кирилл Гейм. Красава. Ты в серии. Куда ты лезешь, ебать, дядя? Ебать, ты смотри, какой борзый, нахуй. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Вообще. Гуляй, дятел, блядь. Вообще, охерел, блядь. Останавливать меня. И, кстати, кто хочет мне помочь, в принципе, то тоже мне пишите, там, кто денег может подогнать и так далее. Потому что, да, у меня есть деньги, но я хочу подкопить себе на дом, на бизнес хочу подкопить. И хочу купить себе машину. Ну, в принципе, випку сначала надо, думаю, взять. Блядь, придурок. А, ладно, сдался. Сдался человечек. Ну, а про это вы узнаете уже в следующей серии, в принципе, насчет того. Краза. У меня нет тачки. Бывает, чувак. Бывает. Можно сказать, что я начал жить сначала. Да, конечно, у меня здесь есть машина, мотоцикл. Но все равно, это не то, как моя основа. Там были бизнесы, Роуз-Ройс, и Ай-8, и моя любимая М5 Е60. Которой мне очень даже не хватает до сих пор. Но, думаю, в принципе, с новым аккаунтом тоже будет все нормально. И мы купим себе и бизнес, и машину еще одну. Мне кажется, ты пиздишь. Так, мы уже почти подъехали. Я почти уже довез этого чувака, куда ему нужно. Блин, я еще немного приболел обратно. А, блин, мне это бесит. Это ППСник. Насчет фракций, не знаю, блин. У кого есть какие-то приложения, тоже можете писать, в принципе, не в ВК. Насчет фракций, там, и так далее. Я даже не знаю, куда бы хотел пойти. Я, наверное, бы пошел в любую фракцию. Потому что... Как бы мой персонаж еще зеленый. Он еще нигде не был. Не то, что моя основа. Он был, наверное, везде. Так, давайте остановимся. Спасибо тебе большое. Удачи. Ну, я говорил, что никто никаких денег не даст. Это просто, знаете... Блядь, просто я уже не первый раз такого людей подвожу. Мне насрать на деньги, в принципе. Я бы их бесплатно подвез. Но зачем, как бы, говорить то, что, типа, вот, я тебе заплачу и так далее. Я не понимаю просто, реально. Ба, я первый раз вижу починку за 500 рублей. Да ну нахуй! А, это Чепкасово, ни херась. Красавчик. А из того, что я себе купил. Молодец. Молодец. На самом деле, я очень скучаю за своим аккаунтом. Прям, блин, это уже какой день? Шестой день, когда я уже без своего основного аккаунта. И, на самом деле, очень печально. Очень трудно смириться с этим и продолжать играть на Амазинге. Но, в принципе, я постараюсь с этим смириться. Потому, что другого, как бы, выбора нет. Идти на другой проект у меня нет никакого желания. Скоро глобалка, тем более, может быть. Потому, что, как мы знаем, они нас кормят завтраками. Да и привык я уже сильно к Амазингу. Я здесь играл почти год. И трудно будет, как бы, перейти на другой проект. На постоянку, как я играю на Амазинге. Давайте, думаю, поедем в Панк. Я вам покажу свои средства, в принципе. То, что у меня в банке лежит. И откуда я, в принципе, это взял. Хотя, думаю, в принципе, догадались и сами. Ну, в принципе, ладно, сейчас доедем. Я вам все покажу. Блин, мне бы скин получше купить. Но пока, блин, не могу себе позволить. Я сейчас себя не балую, так сказать. Деньги есть, но я коплю. Я хочу себе купить и дом, и машину. Башину, какую я хочу купить, я вам не скажу. Но машина, в принципе, необычная. Я такого типа машины не покупал. У меня не было таких машин. Не были давно. Ну, короче, дам вам такую подсказку. Это, это, как бы, джип. Кроссовер, короче. Если это можно так сказать. Недорожник, короче. У меня еще никогда не было... Ну, вы знаете, что у меня редко там машины, эти внедорожники. Блин. Как бы. Канистру я взял, чтобы потом в Ямаху показать, если что. Давайте зайдем. Так. Баланс. У меня в банке лежит Лям-400. Вот это поворот! Спросите вы, откуда у меня эти деньги? Смотрите. 500 тысяч мне накидали подписчики в тот день, когда меня диктивировали. Потом я пошел в казино, сыграл, по-моему, на 300 тысяч. Поднял там, по-моему, около тоже 300 тысяч. В итоге у меня было... Не, поднял я сколько? 200 тысяч. У меня было, короче, потом... Не, 300, 300, 300. Да, 300 поднял. Потом у меня было 800. Потом я еще раз ходил в казино, выиграл 380 тысяч. Поработал еще на дальнобоях. И у Тимохи я выиграл 150 тысяч в казино. Он, в принципе, сам предложил. Кто там на стриме был, тот поймет. Он, типа, говорит, давай фастом, типа, на 150 тысяч, типа. Я говорю, окей. Ну, в итоге, короче, я выиграл. У него эти деньги... Ну, думаю, ничего страшного. В принципе, все было честно. Как бы, да, он проиграл все свои деньги, но... Договор был не возвращать, в принципе, и... Не обижаться. Думаю, в принципе, все так нормально. Так, я приехал за Ямахой. Сейчас я вам покажу свою Ямашечку. Ямашульку. Кто, в принципе, не видел, как раз сейчас поеду и перекрашу, потому что давно уже хотел. Но никак руки не доходили. У меня сколько бензина? 20 литров. Потом заедем, заправимся, думаю. Такая красного цвета. Заправить. Кто не помнит, откуда у меня эта Ямаха, мне, как бы, ее, типа, подарили. Ну, за полцены, короче, продал. Мне Даниэль Калинин. Очень еще давно, где-то месяцев 5 назад, наверное, он ее, как бы сказать, подарил. И вот, до сих пор я ее храню. Я, в принципе, храню подарки. Хорошие подарки храню, да. Не все, но храню. Я, в принципе, люблю Ямаху. И, в принципе, хочу, чтобы она была в моем гараже, так сказать. Конечно, это не тот топовый гараж, какой у меня был на основе, но все-таки буду стараться сделать себе неплохой такой автопарк. Ну, в принципе, у меня нету просто времени особо работать. То есть, на дальнобойчиках я, в принципе, работаю, но особо времени нету. Как бы, играть, работать, донатить тоже, в принципе, средств нету. Да, я думаю, глупо было бы донатить на игровую валюту именно. Так, вот мы заправились, и поехали я перекрашивать. Перекрашу свой мотоцикл, потому что красный цвет, что-то мне не очень нравится. Ну, а мой любимый цвет, какой всегда был на Ямахе, думаю, что совсем подойдет, в принципе, хорошо так. Перекраска 2000 стоит? Я думал дороже. Ладно, 76. Так, и 0. Что-то на эти, по-ранжевая, или что? Свой транспорт, а что? Она такая, что она не покрасилась, или мне кажется? Она же вроде не оранжевая. Может, покраски не работают? Так. Давайте пробуем. Хотим 152. А не, красится. Такой цвет, я думаю, не очень подойдет, хотя... Хотя, хотя, не. Тот был лучший цвет. Давайте обратно поставим. То есть, что-то мне красным отдают, а не оранжевым. Ну, ладно. Может, я что-то тупанул. Ну, в принципе, так она тоже хорошо выглядит. Этот цвет был темно. И самый лучший цвет для нее, это вот такой вот, я считаю, для Ямахи. Потому что другие цвета не очень ей идут. А вот эти, в принципе, в самый раз. Ну, думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервис для новых серий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok